Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про препарат Тиагамма и стоит ли его использовать в качестве косметического средства для области лица. Дело в том, что Тиагамма это фармацевтический препарат, то есть фактически лекарство, в основе которого находится альфа-липоевая кислота. И мне задали вопрос, а есть ли у нас кремы какие-то, ну в рамках компании Фаберлик с альфа-липоевой кислотой. Вот, соответственно, все хотят вот такого супер-пупер омолаживающего результата, ну и давайте разбираться, собственно говоря, с липоевой кислотой, с Тиагаммой и с теми косметическими средствами, которые обладают подобными эффектами. Для начала давайте определимся с названием. Дело в том, что мы с вами начали говорить про Тиагамму, а дальше речь пройдет про липовую кислоту. На рынке есть несколько торговых названий липоевой кислоты. Тиагамма, берлитион, октолипен, тиалепта, тиактоцит. Это все торговые названия одного активного ингредиента, а именно липоевой кислоты. В свою очередь, липовую кислоту могут называть и витамин Э, и тиактовая кислота, и липамин. В общем-то, суть от этого не меняется. Итак, мы дальше с вами будем говорить просто про альфа-липоевую кислоту. Это все, в принципе, одно и то же. Так вот, смотрите, альфа-липоевая кислота, она вырабатывается нашим организмом, и она присутствует в каждой клеточке нашего тела, поскольку является коферментом энергетического обмена в наших клетках. И теперь нужно сделать небольшой экскурс, вот именно в метаболизм, чтобы было понятно дальше, почему у нас меняются некоторые средства косметические, почему у нас меняются кремы, потому что мы с вами можем регулировать некоторые именно метаболические процессы. Итак, в нашем организме постоянно происходит обмен веществ. Научным языком это называется метаболизм. То есть происходит синтез и расщепление отдельных ингредиентов, отдельных веществ. Так вот, у нас есть два основных вида метаболизма. Первый – это пластический, или его еще называют анаболизм. И второй вид метаболизма – это энергетический, или его еще называют катаболизм. И между собой вот эти два вида метаболизма, они тесно взаимосвязаны. Потому что, смотрите, пластический, он в принципе основан на чем? Из более простых веществ у нас образуются более сложные вещества. Ну, например, из аминокислот у нас под действием ферментов образуются белки, которые организм усваивает по своему усмотрению. Но для того, чтобы этот процесс шел, пластическому метаболизму нужны и отдельные ингредиенты, и энергия. Так вот, эту энергию обеспечивает именно энергетический вид метаболизма. То есть, под действием энергетического метаболизма в нашем организме из сложных веществ образуются более простые. Вырабатывается энергия и накапливаются запасы АТФ – универсальной энергии для нашего организма. И потом все вот эти вот вещества, энергия АТФ, они будут использоваться для пластического метаболизма. И теперь немножечко из курса школьной программы про энергетический метаболизм. Нам он очень важен с точки зрения энергии, тепла и с точки зрения выработки АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты. Весь этот процесс идет в три этапа. Первый этап – это пищеварение. Когда мы с вами, прогоняя пищу через желудочно-кишечный тракт, расщепляем сложные какие-то ингредиенты на более простые. Например, белки на аминокислоты, которые в свою очередь всасываются и будут участвовать потом в пластическом обмене. И из углеводов мы, например, получаем глюкозу. Это очень важный элемент, потому что глюкоза участвует в следующих двух энергетических фазах метаболизма. Следующий этап или следующая фаза – это гликолиз. Когда без кислорода, повторю, без кислорода, из глюкозы образуются перуват и две молекулы АТФ. Все бы хорошо, но для нашего организма вот этой энергии на самом деле очень мало. Поэтому для нас существенно третья фаза – кислородный метаболизм, когда при участии кислорода, 6 молекул кислорода из одной молекулы глюкозы у нас образуются 36 молекул АТФ. И это очень важно. Как раз таки еще раз делаю акцент, что для нас, для нашего организма, для человека очень важен кислородный метаболизм, где при участии кислорода образуется значительно большее количество аденозин-трифосфорной кислоты АТФ, чем это происходило бы при гликолизе. Так вот, липоевая кислота является одним из участников, одним из ферментов именно кислородного метаболизма. Ну и соответственно, альфа-липовая кислота стала широко исследоваться. Был даже проведен такой опыт на крысах, когда старым крысам, которые уже стали безучастны к жизни, перестали за собой следить, чистить свою шерстку, очень вялыми и апатичными стали давать альфа-липовую кислоту и заметили, что крысы проявили снова такие, вот стали себя вести как молодые здоровые особи, проявили интерес к жизни, стали следить за своей шерсткой. В общем-то, произошло радикальное преображение вот этих самых подопытных животных. Ну и конечно, липовая кислота тщательно изучалась и изучается. Было установлено, что наш организм сам ее вырабатывает, особенно львиная доля принадлежит клеткам печени. Но с возрастом этот процесс замедляется, равно как и замедляется при разных заболеваниях печени и при сахарном диабете. Помимо того, что липовая кислота участвует в энергетическом обмене, мы об этом с вами сказали, то есть помогает из глюкозы нашему организму получать энергию, она еще признана одним из самых мощных антиоксидантов. Иногда даже на БАДах пишут универсальный антиоксидант. И это еще не все. Она помогает другим антиоксидантам, например, витамину Е, витамину С и глутатиону бороться со свободными радикалами. И даже иногда считается, что лучшие БАДы это там, где липовая кислота присутствует вместе с витамином С, с витамином Е и глутатионом. То есть самая мощная армия против свободных радикалов. И это еще не все. Было остановлено, что липовая кислота стимулирует фактор роста в нервных тканях, в нервных клетках. И способствует регенерации, то есть восстановлению наших нервов. Особенно при таком заболевании, как сахарный диабет. Ну и коли мы коснулись темы сахарного диабета, возвращаемся к нашей Тиогаме. Если вы внимательно изучали это лекарственное средство Тиогамма и его аналоги, вы обратили внимание, что он относится к группе гипогликемических средств. То есть эти препараты используются для коррекции, для лечения сахарного диабета. А именно их задача понизить уровень сахара в крови. Дело в том, что когда у нас повышается в крови уровень глюкозы, это ведет в свою очередь к росту свободных радикалов. Происходит так называемое явление аутоокислительной гликализации. Или еще называют это оксидантный стресс. В свою очередь вот такое накопление свободных радикалов приводит к тому, что поражаются нервные окончания. И происходит вот такое явление, как диабетическая нейропатия. Диабетическая нейропатия. Поэтому еще раз, тиагамма это лекарственное средство, которое прежде всего используется для понижения уровня сахара в крови. Ну конечно, поскольку в основе тиагамма используется липоевая кислота, то и можно применять это средство при интоксикациях, для выведения в частности солей тяжелых металлов. Потому что липоевая кислота, соединяясь с металлами, может их выводить из нашего организма. Плюс она помогает восстановить гепатоциты, клетки нашей печени. Она посредственно участвует в обмене углеводов и жиров. А это кстати, вот знаете тоже есть еще один миф, применение тиагаммы и ее аналогов с целью похудения. Ничего подобного. Липоевая кислота непосредственно на жировую ткань никак не влияет. Она только участвует в нормализации обмена углеводов и жиров. Но еще раз, она не является средством для похудения. Это тоже нужно учитывать. И не приобретать бессмысленные тиагаммы для похудения. Ну и конечно еще один из ее таких хороших эффектов, это коррекция, лечение диабетической нейропатии. Ну то есть мы с вами говорили, да, что любая кислота, она помогает в восстановлении регенерации нервных окончаний. То есть подытожить, тиагамма работает как антиоксидант и противообладает таким противотоксическим эффектом при сахарном диабете. Еще один момент, который нужно отметить, когда мы с вами говорим про тиагамму. Дело в том, что есть такое понятие критическая биодоступность. Так вот, тиагамму нужно применять правильно. Ну допустим, если как лекарственное средство, то там четко нужно утром натощак. И каждое средство, вот аналог тиагаммы, имеет свою дозировку, имеет свой способ производства. Поэтому назначают такие препараты только врачи. Еще одно направление, в кавычках, для которого берут некоторые женщины тиагамму, это как бы оздоровление и омоложение организма изнутри. Как врач я точно скажу, что если у вас нет медицинских показаний и вы не проконсультировались с врачом, экспериментировать не стоит. Во-первых, вы себя запросто можете вогнать в гипогликемическую кому. То есть такие случаи описаны. Во-вторых, при неправильно подобранной дозировке, а тиагамма по большому счету, она несовместима с глюкозой, да, и вот вам нужно соблюдать определенный режим питания. Делать какие-то промежутки. Если вы используете какие-то витамины еще, особенно с микроэлементами, ну где присутствуют кальций, калий, вот, то нужно разводить тиагамму и эти, допустим, витаминные препараты. То есть все это вам лучше всего пропишет врач. Так вот, смотрите, при неправильной дозировке вы можете займеть себе ряд побочных эффектов. Малыми, с которыми будет аллергическое высыпание на кожу, да, и тошнота или расстройство кишечника. Поэтому никаких самостоятельных приобретений тиагаммы для оздоровления быть не может. Конечно, большинство женщин не будет использовать тиагамму в таблетках без назначения врача. Да, вот они как бы отдают себе отчет и понимают, что тиагамма это лекарственные препараты, внутрь без назначения врача лучше такие средства не употреблять. Но при этом покупают себе флакончики с тиагаммой в виде раствора для инфузии. И применяют это средство, то есть лепоевую кислоту в виде жидкости, ну как тоник, как жидкий омолаживающий крем для лица. И здесь тоже нужно знать некоторые нюансы. То, что тиагамма представлена в виде раствора для инфузии, это для непосредственного введения липоевой кислоты внутрь нашего организма. Это один момент. Можно спорить о дозировке, можно не спорить, не будем касаться этой темы. Но все-таки нужно отдавать себе отчет, что липоевая кислота, она достаточно чувствительна, она достаточно привередливая. И в косметических средствах ее специально упаковывают в определенные транспортные системы, чаще всего это нанолипосомы. Во-первых, для того, чтобы липоевая кислота смогла проникнуть, собственно говоря, в глубь кожи и поработать там, как антиоксидант, как еще раз мощный антиоксидант. И второй нюанс, чтобы защитить липоевую кислоту от воздействия других ингредиентов, например, от металла. Я же вкратце сказала, что липоевая кислота способна выводить из нашего организма соли тяжелых металлов. То есть металлами она создает очень плотные конгломераты, которые просто-напросто, если они образовались на поверхности кожи, уже никак не проникнуть в глубь кожи. Это будет вот вещество, которое мы должны будем, ну, потом как-то убрать с нашей кожи. Грубо говоря, утрировать. А что бывает в нашей жизни? Чаще всего мы с вами умываемся водопроводной водой. Вода это чаще всего, опять-таки, повышенной жесткости. В ней есть всевозможные соли и могут быть всевозможные металлы. И если мы с вами предварительно умылись вот такой водопроводной водой и потом поверх наносим тиагамму, то есть большая вероятность, что липоевая кислота просто-напросто соединится с содержимым водопроводной воды. И в глубь кожи она никак уже не проникнет и никакого эффекта нам не окажет. Поэтому даже жидкий вариант тиагаммы это на самом деле не панацея для кожи нашего лица. Во-первых, мы не знаем, как будет себя вести липоевая кислота с нашей водопроводной водой, с нашими косметическими средствами, которыми мы пользуемся. Это во-первых. А во-вторых, еще не факт, что липоевая кислота вообще будет способна через эпидермальный барьер проникнуть в глубь кожи. И последнее и главное, что именно меня становлют как врача от применения тиагаммы, ее аналогов или просто порошка альфа-липовой кислоты от применения, это ее формула. Дело в том, что естественная формула альфа-липовой кислоты состоит из R-изомера. И именно этот R-изомер лучше всего оказывает антиоксидантные свойства и участвует в энергетическом обмене, лучше всего утилизирует глюкозу. Синтетическая формула альфа-липовой кислоты состоит из двух изомеров R и S. И у этих изомеров абсолютно разный потенциал. По некоторым данным, даже S-изомер способен блокировать R-изомер. Получается, что естественная формула альфа-липовой кислоты R-изомер, это фактически хороший вариант, вот тот самый, который обладает всеми этими эффектами, за которыми мы ценим альфа-липовую кислоту. А S-изомер это вредный, то есть это зеркальная копия R-изомера. Она в принципе пытается работать как R-изомер, но наш организм сам ее иногда не воспринимает. При этом S-изомер иногда блокирует работу R-изомера. И в косметических средствах самым эффективным как раз таки является вот эта самая R-форма. Поэтому это настораживает, потому что еще раз, есть данные о том, что S-изомер, он может навредить. А мы когда с вами берем фармацевтический продукт, там чаще всего два изомера, это полбеды. Но когда мы с вами покупаем готовый порошок альфа-липовой кислоты, то есть мы не в курсе, какой изомер мы с вами берем. То есть одно дело, если это натуральное, то есть это однозначно R-альфа-липовая кислота, а если синтетическая, вот здесь уже возникают варианты. И добиться от производителя, какой же все-таки замер присутствует, достаточно сложно. Поэтому я лично рисковать не хочу. Поскольку еще продолжаются исследования, то бежать впереди паровоза и себе вредить мне совсем не хочется. Ну а в рамках Фаберлик мы уже с вами пережили бум использования альфа-липовой кислоты уже 10 лет назад. В январе 2008 года у нас была презентована новая коллекция, которая так и называлась RALA-R-альфа-липовая кислота. И лицом этой коллекции была олимпийская чемпионка по фигурному катанию NAVKA. Так вот смотрите, тогда были произведены исследования на базе кафедры гистологии МГУ. И у нас RALA вместе с новофтемом используются в качестве мощного омолаживающего средства, а именно в качестве мощного антиоксиданта. И использовалась RALA для выработки энергии клетками нашей кожи и для лучшего усвоения кислорода. Но прошло 10 лет и у нас появилась, ну я в принципе считаю, может быть и на порядок даже круче система. Во-первых, у нас на смену RALA-липоевой кислоте пришел мощный антиоксидант, разработка компании Фаберлик. Это комплекс из куркумы Тумерин. Помимо того, что у него мощные антиоксидантные свойства, этот же комплекс помогает в хорошем смысле высветлять нашу кожу, то есть выравнивать тон. Обладает противовоспалительными такими свойствами. Более того, у нас Тумерин, этот мощный антиоксидант упакован в кислородные дроны, в специальный биополимер из молочной кислоты, в специальную транспортную систему. И этот кислородный дрон помимо комплекса Тумерина, то есть мощного антиоксиданта, помимо Аквафтема, имеет еще аминокислоту Аргинин и экстракт хлорелы водорослей, хлорелы Вульгарис. Так вот, смотрите, все это вместе делает, в принципе, наши кислородные дроны, ну, отчасти на порядок эффективнее, чем просто-напросто Р-альфа-липоевую кислоту. В отношении именно наружного применения, в отношении омоложения кожи в виде косметического средства. Вот так вот. И помните, когда мы с вами говорили про энергетический обмен, про кислородное дыхание, я сделала акцент на кислород, что 6 молекул кислорода из одной молекулы глюкозы производят 36 молекул аденозин-трифосфорной кислоты. И сделала на этом жирный такой акцент. Так вот, смотрите, все вот эти ферменты, что липоевая кислота, что, скажем, возьмем, бум был в свое время про календинку 10, да, что другие ферменты, они, собственно говоря, при вот таком энергетическом обмене, будут работать в холостую, если не будет главного участника, одного из главных участников, а именно кислорода. Поэтому мы с вами с помощью кислородных дронов, с помощью ингредиент Аквафтем, да, у нас является транспортной системой для доставки кислорода в клетки. Тумерин является мощным антиоксидантом у нас. Поэтому наша родная альфа-липовая кислота, если мы привносим кислород и снаружи с помощью Аквафтема, и аргинин у нас влияет на сосудистую сентку, то есть мы с вами восстанавливаем микроциркуляцию изнутри, то есть усиливаем кровоснабжение любой ткани, да, и поэтому доступ к кислородам и питательным веществ у нас идет изнутри. То есть липовой кислоте есть работа и так, главное, чтобы был кислород. Вот, это такое в целом резюме, поэтому еще раз, мы с вами пик-бум использования липовой кислоты в косметике прошли еще 10 лет назад. Мы уже переступили этот этап и перешли на следующий уровень, скажем так. Но от липовой кислоты, конечно, не надо отказываться. Это еще раз повторю, это универсальный мощный антиоксидант. С моей точки зрения, это тот вариант, который можно применять и нужно применять по назначению, согласованию врача. И если стоит вопрос, какой выбрать препарат, то либо вам его назначает врач, либо вы обращаете внимание на БАДы именно с естественной формулой липовой кислоты, с натуральной липовой кислотой, а не с ее синтетическим аналогом. И тогда действительно у вас все будет хорошо.